Экспертка Фу рассказала о погоде за окном на ближайшие недели. Платье в пайетках или велюровый костюм. Что надеть в новогоднюю ночь? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Лилия Мухамединова. В Казанский федеральный университет с рабочим визитом прибыла делегация Международного фонда миротворческого обмена Китайской Народной Республики. Проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев совместно с уполномоченным по Евразийскому региону Международного фонда миротворческого обмена. Председателем правления компании International Cooperation Consult Limited госпожой Люсина посетили легендарное место вуза – Музей истории. Там гостям рассказали о ключевых этапах истории вуза, а после обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим сотрудничеством в сфере образования. В перспективе привлечь еще больше иностранных студентов из Китайской Народной Республики и создать все необходимые условия для их комфортного проживания и обучения. Мы обсуждали ряд вопросов, связанных с привлечением китайских студентов в наш университет, организация отбора этих ребят, а также такие, может быть, бизнес-направления, связанные с возведением строительства общежитий в городе Казани для китайских студентов, открытием сетевых программ в Китае, в том числе, связанных с подготовкой к поступлению в российский университет. Мы получили, по-моему, хорошую обратную связь, и я надеюсь, что хотя бы часть этих проектов, возможно, в дальнейшем будет реализована. Коллеги планируют организовать визиты, я так понимаю, инвесторов, делегаций в наш университет в дальнейшем. И хорошо, что присутствует агентство инвестиционного развития, которое тоже оказывает поддержку инвесторам, которые хотят работать здесь, нашими университетами, татарстанскими с Казанским федеральным университетом. В здании Исполнительного комитета Республики Татарстан прошло совместное заседание Координационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Казани. Рабочая группа по профилактике правонарушений, совершаемых иностранными гражданами в городе, и муниципальная комиссия по реализации законодательства о языках Республики Татарстан в столице республики, об имеющемся опыте работы с иностранными студентами. На заседании с докладом выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев и подробно рассказал о статистике иностранных обучающихся в УЗИ на данный момент. Кроме того, речь пошла и об увеличивающейся количестве студентов из Китайской Народной Республики, которая напрямую связана с длительным укреплением партнерских отношений с Китаем. По его словам, эта цифра будет только увеличиваться на фоне благоприятного сотрудничества. Не более часто к нам приезжают ребята из Центральной Азии, связанные с теми благоприятными отношениями, которые складываются между лидерами региона и Республикой Центральной Азии. Здесь представлены Украинстан, который по сути направляет в нашу университету более 5-4,5 тысяч иностранцев всего. В тот момент сейчас создает проект, наверное, 20-22% всех иностранных студентов, которые обучаются в УЗИ на втором месяце Тимирхан, активно растет Китай. И я думаю, что доля Китая со временем будет возрастать. Мы видим сокращение, конечно, ребят из Узбекистана в последнее время просто из Китая. До Нового года остается все меньше времени, а погода за окном оставляет желать лучшего. Резкое потепление превратило улицу в огромный каток, а жители города обеспокоены возможным отсутствием желанного зимнего мороза, который бы создавал новогоднее настроение. О том, как будут меняться погодные условия на территории Республики, расскажет наш корреспондент Елизавета Газизянова. До конца этой недели в Татарстане под влиянием атмосферных фронтов Атлантических циклонов сохранится пасмурная, влажная и аномально теплая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром Республики Татарстан. Завтра, 22 декабря, и ночью, и днем на территории Республики будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, в ночные и утренние часы местами опустятся туманы, где-то даже возможен гололед. Температура воздуха составит от минус одного до плюс двух градусов в темное время суток и от нуля до плюс четырех в светлое. По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Тимура Уходеева, такая погода продержится вплоть до конца декабря. Однако столбики термометров будут продолжать опускаться. В Татарстане сохраняется аномально высокий фон температур. В настоящее время среднесучная температура выше нулевой отметки. Таким образом, аномалия превышает 8 градусов. Стоит отметить, что аномально теплая погода будет сопровождать нас всю последнюю декаду месяца. Таким образом, последняя декада уходящего года будет иметь аномалию примерно 5 градусов выше климатической нормы. Если говорить о перспективе, то погода в новогоднюю ночь все-таки сможет достигнуть минусовой отметки и приблизиться к слабоотрицательной. Это значит, что 31 декабря будет отличная возможность выйти на долгую прогулку и почувствовать на себе все прелести праздника. Такая погода позволит жителям республики заняться всеми любимыми зимними развлечениями – лепить снеговиков и играть в снежки. Говоря о новогодней ночи, стоит отметить, что с приближением последних дней этого года фон температур все-таки будет понижаться. Уже в начале следующей недели мы увидим фон температур ниже нулевой отметки и температуры и днем, и ночью будут слабоотрицательными. В то же время 30 и 31 числа со сменой воздушных потоков мы ожидаем понижение температурного фона и, собственно, в новогоднюю ночь температурный фон будет близок к климатической норме, то есть к минус 8 градусам. Это значит, что ночью мы ожидаем температуру ниже минус 10, а днем около минус 7-6 градусов. Стоит отметить, что поводов для беспокойства нет. Пусть температурные режимы выходят за грани нормы, сильных отклонений от стандартных погодных условий не наблюдается. И в конечном итоге зимние морозы все же настигнут казанцев и жителей республики Татарстан. Елизавета Газизянова, Универ Новости. Одна из самых известных примет гласит – как Новый год встретишь, так его и проведешь. По восточному календарю приближающийся 2024 год зеленого деревянного дракона. В китайской культуре мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. О том, какие аксессуары и одежда лучше всего подойдут для празднования и как стиль влияет на наш образ, узнаете в следующем сюжете. Главный вопрос представительниц прекрасного пола – что надеть на корпоратив или в новогоднюю ночь? Чтобы ответить на него, лучше в первую очередь обратиться к трендам и символике. Хозяин 2024 года – зеленый деревянный дракон. Мифологический змей ассоциируется с императорской властью, поэтому он требует особого приема. Главные цвета года – зеленый, красный и золотистый. Так что лучше всего присмотреть предметы декора, одежду и аксессуары именно в этих оттенках. Такая благородная гамма не только будет выглядеть роскошно, но и создавать атмосферу уюта. Многие модные эксперты говорят, что очень важно в сам Новый год надеть яркие вещи, яркие аксессуары. Это золото, серебро, это темно-зеленые тона в одежде, это ярко-красные тона. Но кроме этого есть еще мнение астрологов, которые также имеют свое мнение, говорят, что нужно надеть синий наряд, и тогда он принесет богатство и удачу в 2024 году. Но я не очень верю в астрологов, и я верю в себя, в свою команду, поэтому у меня есть свои принципы, что же важно надевать, чтобы чувствовать себя комфортно и достигать успеха. Есть немецкий архитектор, он очень известный, Людвиг Мисс Ван дер Роя. И его фраза, она вот часто как-то искажается, ее часто упоминают, такая истинная фраза, которую он произносил, что бог в деталях. И, на мой взгляд, есть такие небольшие детали, которые формируют весь образ и вообще настроение праздника. И очень часто, может быть, я скажу простые вещи, но очень часто мы видим, что прекрасно подобранный наряд недостаточно украшает женщину. Среди трендов наступающего года блестящие ткани, металлик и золото. Причем это касается не только аксессуаров и деталей, но и крупных предметов одежды, таких как платья, брюки и пиджаки. Фасон новогоднего наряда может быть любым. От платья в пол с открытыми плечами и вырезом от бедра до платья в бельевом стиле. Все зависит не только от дресс-кода и стиля мероприятия, но и самоощущения и личных предпочтений. Главное – чувствовать себя комфортно и уверенно. Чтобы не было на тебя надетое, важно, что ты несешь людям. Улыбаешься ты, как ты себя чувствуешь. И вот это самое главное. Сейчас конец года, есть еще некоторое время получить, закрыть этот год достойно, заняться собой, заняться спортом, правильным питанием. Это сделать сейчас, а не в 2024 году. Это даст большую уверенность в себе, хорошее настроение. Возможно, стоит с своим руководителем переговорить и сказать, что я бы хотела улучшить свои показатели, свои доходы. И как я могу это сделать? Мне кажется, что вот эта честность, она тоже принесет больше удовлетворенности и настроения, и это будет очень чувствоваться в коллективе. Отдельное внимание стоит обратить на аксессуары. Они придают образу особую изюминку. Наиболее распространены кольца и браслеты, часы, серьги, платки и многое другое. Стоит подходить к выбору аксессуаров грамотно, не перегружая образ. Чтобы выглядеть стильно и дорого, не всегда нужно скупать самые дорогие и эксклюзивные украшения и предметы гардероба. Ведь в первую очередь оценивается не номинальная стоимость изделия, а элегантность, изящество и уместность выбранных элементов. На мой взгляд, очень ценные символы. Например, я с большим удовольствием всегда ношу наш знак КФУ. Для меня это не просто красивое украшение, хотя мне кажется, он очень привлекательный. Но для меня это символ, что я часть большой корпорации, что я не одна, я часть большой команды, высокоэффективных управленцев. И это дает мне уверенность и опору в моих профессиональных вопросах. Я еще очень люблю свою брошь с деревом, я тоже часто ее надеваю. Мне кажется, что это символ таких, когда я захожу в социальные проекты, мне очень важно созидание, создавать. Я часто ее надеваю, мне кажется, что она дает мне уверенность в себе. Но когда у меня проекты связаны с обоснованием большого финансирования крупных проектов, я нуждаюсь в такой опоре и надеюсь на победу. И также я люблю надевать этот аксессуар. На само торжественное новогоднее мероприятие я надевала один раз вот такой аксессуар на голову. И это было праздничное мероприятие с нашими коллегами. И это не было деловым мероприятием, поэтому я себе позволила на такой яркий аксессуар. Не так важно, верите ли вы в приметы, следите за индустрией моды или нет. Подбор соответствующего наряда поможет создать праздничное настроение себе и окружающим. А значит, торжественная ночь или корпоратив точно пройдут на ура. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости. 21 декабря в культурно-спортивном комплексе «Уникс» уже традиционно прошла церемония награждения студенческого актива Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. В преддверии Нового года студенты собрались вместе, чтобы подвести итоги года и наградить активистов. Главная цель – сделать жизнь студентов Института интересной и насыщенной. Старательность и увлеченность никогда не остаются незамеченными. Они инициируют чувство почтения и уважения. Все победы Института доказывают, что он является одним из наилучших в реализации общегосударственной молодежной политике в КФУ и Республике. Всю неделю идут церемонии награждения активистов Института со стороны дирекции и руководства. Наш институт не исключение этой традиции, насколько я знаю, как минимум пять или шесть лет. Она зачастую проходила в мраморном зале, в других аудиториях, в нашем замечательном униксе. Но дело ведь не в стенах, которые она проходит, а дело, кого там чествуют. А чествуют там главных персонажей университетского сообщества. Это лучших из лучших студентов, ибо, как известно, университет силен не своими стенами, не своими образовательными программами, даже не своими внебюджетными доходами. Он силен своими студентами. Студенты – это главный драйвер развития высшей школы. Вообще, я сегодня получил награду за вклад в развитие студенческого совета и молодежной политики университета. Я лично пришел порой не за получением награды. Может быть, даже и не за получением каких-то, не знаю, плюшек, которые сейчас даже, собственно, на мне вы видите. А скорее даже пришел я, наверное, за тем, чтобы доказать еще раз, что я силен. И я очередной раз победил себя. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошел семинар по газовым методам увеличения нефтеотдачи. Организатором конференции стал научный центр мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», основанный на базе КФУ в 2020 году. Семинар собрал на одной площадке более 70 участников из России, Сербии и Омана. Семинар прошел в формате докладов от представителей академического сообщества, нефтегазовых компаний и производственных предприятий. Каждая работа вызывала неподдельный интерес и шквал вопросов. Семинар завершился круглым столом, за которым участники обсудили задачи в области газовых методов увеличения нефтеотдачи и возможности сотрудничества по данному направлению. Затем гостей ждала экскурсия по лабораториям научного центра. На этом все. В студии была Лилия Мухамединова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин